Руководством нашей страны были поставлены задачи для снижения потребления электроэнергии в 2020 году на 40%. Все это возможно благодаря применению какого-либо энергосберегающего оборудования, системы, устройств, просвещения. И вот в данном вагоне лишь часть, что используется как на сети железных дорог, так и в других отраслях народного хозяйства. Как видим, в начале вагона стоит путевой стационарный рельсосмазыватель, предназначен для лубрикации, пады, трения, колесо-рельс. Устанавливается перед началом кривых участков и на остряках стрелочных переводов. Вот так выглядит на Ярославском вокзале с антивандальной крышкой. Страна у нас такая, люди у меня. Как доказано учеными, за счет лубрикации ежегодно экономится более 6% потребления энергии на тягу подвижного состава. Учитывая расходы в ОВРЖД, как дизельного топлива, так и электроэнергии, экономический эффект составляет более 8 миллиардов рублей. Вот, скажем, данный шкафчик, как раз таки, в котором и находится сама лубрикация, баллон со смазочкой, гидравлический аккумулятор, в который контролируется система автоматики. Питается та, в свою очередь, от обычного аккумулятора и днем подзаряжается от солнечной батареи. Смазочка подается на внутреннюю грань головы кресла. Вот, красненькими светодиодами показана, куда именно подается смазочка. И раскатывается гребнем колеса уже на расстояние до 800 метров. Второй вариант, то, что зелененькими светодиодами подсвечено, это канадский вариант, что используется на американских железных дорогах. В отличие от нашего, состав наезжает на планочку и смазка просто выдавливается, чуть погуще. Но все, скажем, для уменьшения силы трения. Железнодорожный светофор со светодиодами за счет светодиодов на 60% экономичнее, на 20% ярче света. Линзы в данном светофоре антивандальные, наглядку, пневматику не боятся. И антикоррозийный слой покрытия краски. Оцинкованная мачта, что в целом в комплексе увеличивается срок эксплуатации самого светофора. Наши отечественные компании, Белтрейд, Энерготехсервис, Мярский машинно-строительный завод, глаза вниз опустите, Даламан. Пускай такие вот светодиодные светильнички. Как видим, довольно-таки ярко светят. Те станции, которые их установили, довольны. В пять раз освещение улучшилось, при этом на 70% экономик потребления электроэнергии. Два-три года, как сказали руководители тех станций, они себя целиком и полностью окупают. Все, наверное, слышали, есть автопилот в самолете, а на железной дороге использует автомушинист. И как раз-таки вот так вот выглядит одна из его составляющих. Где на данном оборудовании машинист заносит номер поезда, время отправления, количество вагонов, нажал пуск, система автоведения поездки. Ну, как бывает, мы шучим, а машинист пошел в соседний вагон кофе пить. Но эта шутка в любом случае находится на своем рабочем месте, продолжает следить за безопасностью движения. Управляет подвижным составом, учитывая профиль пути, вес состава, особенности централизации, временные ограничения. И делает это в энергосберегающем графике. Аналогов в мире нет, мы были признаны лучшими в мировом масштабе, получили патент на изготовление. На данный момент оснащены все электропоезда, электрички, а также пассажирские электровозы на 100%. Грузовой парк оснащен на 40%. И с недавних пор такие тепловозы, как ТЭП-70, более 100 единиц оснащены системой автоведения поезда и регистрации параметров. А кто это делает? АВП-технологии выпускает разработки Москва. Собирается на оборонительных заводах нашей страны. Все параметры изначально записываются вот на такой флэш. Накопитель у каждого машиниста номерной свой 6 раз в 1 секунду. Пришел, вставил, автоведение включилось. С этого момента ввел кабельный номер. Все записывается. После чего с работы сдал ДЭПО, графисты посмотрели, как проехал, где на автоведении, где вручную управлял, какие при этом допустил нарушения. И отсюда уже что на зарплату, что на премию, что на лишение премии. А может быть вообще получится. На 10 дорогах нашей страны поменяли действующее расписание автоведения на энергооптимальное относительно профиль пути. Экономический эффект составил более 8 миллионов киловатт-часов электроэнергии. На данный момент АВП-технологии ведутся работы, чтобы автоведение могло видеть внезапно возникшие препятствия на пути, учитывать его и принимать правильные решения. Скорее всего, для того, чтобы сделать кабину машиниста без присутствия человека. Спасибо.